мы не говорим про инфляцию рубля мы говорим про то что когда происходит шок на финансовых рынках да то есть когда происходит коррекция на рынках долга на рынках акции то есть период кризиса самое дорогое что может быть это ликвидность это кэш то есть в период кризиса нужно оказаться в самых ликвидных активов какие только могут быть самые ликвидные активы что бы там ни говорили по прежнему являются доллар поэтому каждый раз когда происходят какие-то экономические шоки просто доллар глобальный растет то есть инвесторы начинают бегать отовсюду они начинают бежать с развивающихся рынков инструментов сфиксированной доходности облигаций уж тем более они бегут с рынка акций они уносят свои ноги с рынка сырьевых товаров и что значит уносят ноги значит они эти активы продают что значит продают это значит они продают облигации акции причем как на на развитых рынках так и на глобальных если они их продают то взамен они получают кэш и поэтому это приводит некому такому шоку долларовой ликвидности то есть количество долга мирового да который мы сейчас наблюдаем размер 150 триллионов долларов он на 90 95 процентов номинирован в валюте доллара и поэтому получается что как раз таки люди когда начинают бежать они в первую очередь бегут доллар это первая импульсная реакция да то есть страшно продавать сохранить убежать то есть уйти в ликвидность продают все в том числе и золото то есть мы наблюдали в февраль-марк месяц до 2020 года то есть в принципе падало все на глобальном рынке падало все падали акции падали облигации падало золото все абсолютно распродавали доллар укреплялся индекс доллара непосредственно рост это первая тенденция потом да после второго после того как первые панические продажи произошли люди вышли кэш они думают а куда же мы пришли сколько теперь стоит облигации сколько теперь стоит золото сколько теперь стоит акции и там уже идет перераспределение но первый импульс да он заключается именно в укреплении дома